Никчёмная. Так звала её мать с самого детства. Никчёмная. Вздыхала она, когда дочь забрызгивала кофточку борщом. Ругалась мать, когда она падала на прогулки. Никчёмная. Махала она рукой, когда учителя просили поговорить с девочкой, которая страшно снестялась отвечать у доски. А всё из-за такого простого и неинтересного имени, думала пухленькая Наташа, которую все звали Тошкой. А как иначе? Маленькая, кругленькая, такая милая и уютная, и... Никчёмная, как продолжала называть её мать. Ты на Виктора посмотри. Мать гордо смотрела на старшего сына. Умный, красивый, спортсмен, отличник. А ты... Мать вздыхала так тяжко, что Наташка и сама понимала. Никчёмная она. Куда дальше? Решали за Наташку на семейном совете после школы. Надо, чтобы и деньги, и семье польза, сказал отец, ласково глядя на сильно беременную невестку. Анастасия была художником, созданием неземным и воздушным, абсолютно неприспособленным к семейной жизни. Поэтому и жили молодые с родителями и с Наташкой, конечно, которой теперь надо будет успевать утром сварить овсянку Настеньке и заварить ей какой-то особенный чай. Может, на медсестру? Она никчёмная, ещё лекарства перепутает или укол не туда сделает. Отрезала мать. То, что Наташка сидит тут же за столом и пытается вязать детские носочки, никого не смущало. А давайте на повара её отдадим. Фигура у неё подходящая, все поварихи толстые. Высказался старший брат, который очень любил покушать. Слово Виктора в семье было законом, поэтому так и решили. У Матвеевой самый вкусный борщ получается. Матвеева, твоими котлетами и папу римского кормить не стыдно. Матвеева, не верю, что ты не ведьма. Так вкусно готовить просто невозможно. Наташка слушала хвалебные слова и не верила им. Даже плакала иногда, считая, что над ней издеваются. Ведь дома... Бездарь мрачно припечатывала мать, наливая себе ещё Наташкины ухи. Никчёмная, добавляла мать, чтобы Наташка не расслаблялась. Анастасии и внучку приготовь куриный супчик. Они уху не любят. И Наташка послушно бежала в магазин, на рынок, а потом к плите, чтобы накормить брата и его семейство. Даже диплом с отличием не смог растопить мамино сердце, как на это надеялась Наташка. Мать лишь пожала плечами и сказала найти работу поскорее. Работа ей нашлась быстро. Преподавательница помогла. Составила протекцию поваром в хороший отель, высоко в горах. Ехала туда Наташка и так боялась, что руки тряслись, и в первый день она чуть не обварилась кипятком. А потом привыкла, вспомнила, чему учили, закатала рукава и нахвалиться на нее не могли. Вот только не верила она этим словам. Это только недалекие люди думают, что на кухне работать, что в санатории отдыхать. Уставала Наташка страшно. Вставала рано, ложилась поздно. Хорошо работа вахтанная оказалась. Месяц в горах, месяц дома. Хотя и дома особого отдыха не было. Кухня теперь целиком была на ней, да еще и посуда. Да с Ромочкой и пельмянником посидеть. Как этот месяц отдыха пролетал, она и не замечала. И иногда думала, что на работе ей даже полегче будет. Так она все и тянулась бы. Но... Очень не кстати. За неделю до ее вахты. Мать сказала анальгину выпить и терпеть. Деньги сильно нужны были. Ромочка растет не по дням. Куртка новая нужна. Кроссовки. Да и Настенька хочет себе колечко. Так Наташка и терпела. Полежит. Вроде бы чуток легче. А потом ее прихватило так, что слезы из глаз, а в самих глазах темно. И боль все нутро разрывает. Вот так перед полками с молоком в супермаркете и свалилась. Хорошо люди быстро скорую вызвали. Но этого Наташка уже не помнила. Сознание потеряла. Очнулась в палате. Руками, ногами подвигала. Вроде бы все нормально. А боль откуда? Провела рукой по животу, а там повязка. Ее даже затрусила. Так страшно стало. Что с ней такое? Она тихонько застонала и спросила уже вслух. Что со мной? Киста у тебя была. Пришлось вырезать вместе с правым яичником. Но ты не переживай. Молодая, здоровая. Еще бегом родишь. Сказал ей кто-то сбоку. Наташка повернула голову и увидела, что на соседней койке лежит женщина. Бледная, худая. Даже синюшная какая-то. Вы кто? С трудом спросила Наташка. Я? Илона. А ты, Наталья. Мне про тебя медсестры рассказали. Ты не переживай. Все обойдется. Вовремя тебя привезли. И хирург тут просто шикарный. А уж какой красавчик. Наталья. Это она о ком так сказала? Наташка даже не поняла. Никто и никогда ее так не называл. Имя какое красивое. Наталья. Звучит, оказывается. Я тебя Наталью буду звать. Не против? Ты белая, как простыня. Сказали, крови много потеряла. Звони домой, чтобы тебе гранаты несли, печенку. Что там еще едят, чтобы кровь восполнить? Врач придет. Ты у него узнавай обязательно. Илона все говорила и говорила. А Наташка думала, что вот везет же людям. Называют их так красиво и звучно. А ее имя? Постойте. Как Илона сказала, будет ее называть? Натали? А ведь как невероятно. И возможно, ей и пойдет такое легкое, изысканное имя. С этой мыслью Наташка и заснула. Проснулась она вечером от тяжелого и неодобрительного взгляда матери. Та пришла ее проведать и рассказать, как дела дома. Как Ромочка поживает. Как Анастасия написала очередной шедевр, который никто не ценит. Потому что вокруг все хамы и бестолочи. Как Витеньке дали премию. И как сама мать уже успела устать от кухни и вечной грязной посуды. Мам. Прервала ее Наташа. Сказали, я крови много потеряла. Спроси у врача. Может быть, мне гранатовый сок попить? Или что-нибудь еще? Спрошу. Но мне некогда к тебе каждый день ездить. Тут кормят? Спросила мать Илону. Кормят. Но это же больничная еда. Пожалуй, та плечами. Еда везде одинаковая. Строго ответила мать. Поцеловала Наташку. И ушла. Болеть неприятно и скучно. Поэтому Илона, присытившись интернетом и телевизором, взялась за Наташку. О себе рассказывала охотно и много. 35 лет, замужем, двое детей, бухгалтер. Случилась нематочная беременность. Но, к счастью, вовремя прооперировали. Еще вам сестренок и братиков на рожу. Смеялась Илона, когда Мишенька и Максик приходили ее проведывать. Муж Илоны, Владимир, пока жена расспрашивала детей, как дела в школе, что проходили и что задавали, и кто с кем подрался и почему, суетился по хозяйственным делам. Мыл грязную посуду, убирал у Илоны в тумбочке и по одному движению ее брови забирал у Наташки грязную тарелку и чашку. И как она не противилась, тоже мыл. Наташку родные не баловали. Тумбочка стояла пустая. В холодильник тоже ничего не положишь. А мать откровенно злилась. Никчемная дочь подвела в очередной раз. Профукала целый месяц работы, да еще и лежит в стыдном отделении. У настоящих баб никогда такого случиться не может. Только у тех, кто ведет себя неправильно. Мать эта говорила Наташе шепотом, неодобрительно косясь на веселую и расцветающую с каждым днем Илону. Мама, что вы принесли? Я не буду есть эту гадость, говорила Илона свекрови. Наташка съеживалась от ужаса и понимала, что сейчас на голову невестки прольется тот самый обхаянный ею суп. Илоночка, детка, сказали нежирный бульончик. Я так и сварила. Неожиданно оправдывалась свекровь. Да это уже не бульон. Посмотрите, он же синий. Ругалась Илона и говорила, чтобы мама вылила этот супчик местным собакам. А мне сварите нормального. И вот еще. Она понижала голос. Приготовьте печень говяжий и шоколадку принесите. Она подмигивала свекрови и кивала на Наташку. А вот расскажи мне, Натали, как ты работаешь? Хвалят твою стряпню. Илона и Наташка, поддерживая друг друга, тихонько вышли в холл больницы на прописанный врачами променад. Не знаю, удивилась Наташка. Как не знаешь? Официанты ничего не говорят? Говорят иногда, что вкусно, и все. Хорошо, спрошу по-другому. Работаешь на курорте, так? Ого! Гостиница хорошая? Дорогая? Очень. Так выходит, люди там останавливаются не бедные, а значит, повидавшие ресторанную кухню и, скорее всего, требовательные. Верно? Наташка пожала плечами. Об этом она никогда не задумывалась. Блюда на кухню часто возвращают? Что? Что, что? Не нравится, когда, что ты приготовила? Часто такое бывает? Никогда не было. Совсем? Совсем. А народу много в ресторане? Очень. Я всегда удивлялась. Отель небольшой такой, семейный, а ресторан всегда забит. Ага. А другие кафе и рестораны есть поблизости? Да, и много. Наташка все никак не могла понять, к чему этот допрос. А теперь, милая, сопоставь все факты. Ты вроде бы девка не глупая. Место ответа, сказала Илона и потихоньку побрела в палату. А вот скажи мне, Натали, продолжила Илона, атаку тем же вечером. Почему тебя навещает только мать, а отец, брат, невестка, племянник? Ты что, как можно мужчинам сюда? Стыдно. Что стыдно? Но это же женские дела. Стыдно, повторила Натали краснея. Позволь, а они на свет каким-то чудесным образом появились? Отец, брат, по-особенному, или как все из... Да-да, спешно прервала Илону Наташа, уже зная, как та умеет выражаться. Так что же тут стыдного? У тебя болезнь, обыкновенная, вернее тяжелая, можно сказать, от того и родить не могла, или ни от кого. Наташка залилась краской. Ага, ты встречаешься с кем-нибудь? Наташка промолчала. А вообще, когда-нибудь встречалась? Наташка повернулась к стене и тихонько расплакалась. Илона умудрилась расковырять ей душу и перевернуть такой знакомый мир с ног на голову. Ведь как все было просто. Она никчемная, должна работать на благо семьи. Своей все равно никогда не будет, потому что она никому не нужна такая. А если кто и обращал на нее внимание, так это для того, чтобы потом посмеяться. Так ей мать всегда говорила. И она ей верила. Это же мама. А она врать не может. А Илона все умудрилась вывернуть так, что теперь она не знала, что и подумать. Расстались они подругами. Илона строго сказала заходить в гости в любое время и просила Натали беречь себя и думать, хорошенько подумать обо всем. Дома было все как всегда. Наташки сильно обрадовались, матери настрепня, уже все мосты чертела и хотелось вкусной еды. Мне пока нельзя тяжелое поднимать, тихонько сказала Наташка. Подумаешь, тяжести, кастрюлю борща наварить, да мясо приготовить. Фыркнула Анастасия и ушла на прогулку за вдохновением. Так Наташка понадрывала с ней десять, потом созвонилась с начальницей и сбежала на работу. Поначалу потихоньку, просто помогала. Хорошо, на кухне все свои, все дружные были, берегли ее, выгоняли гулять, а там такой воздух, кажется, насквозь тебя пропитывает и лечит. Она ходила по заснеженному лесу и все думала о том, что сказала ей Илона. И решила начать с самого простого и самого сложного одновременно, с имени. Решила, что Натали, это вычурно и торжественно. Наталья, красиво, но не на каждый день. Это имя, как выходное платье, а его не будешь надевать на кухню. Тошка-картошка, Наташка, надоело. Она подумала и решила, что будет Натой. Вот оно. Она даже рассмеялась. Ната. Имя легкое, звонкое, приятное, но издобное слегка, как и она сама. Из дома звонили и требовали денег, и пришлось Нате возвращаться к полноценной работе. Проработала она с неделю, и вот однажды зашел в кухню официант и сказал, что ее в зал просят выйти. Вот тут-то она и поняла, что все, что они с Илоной, а потом она сама напридумывала, просто ерунда и глупости. Вот сейчас ее никчемную отчитают перед теми, как школьницу. Она не могла понять, что сделала неправильно. Форель в белом соусе с креветками – одно из лучших ее блюд. Так она думала до этого. Но вот ее просят в зал. Что не так? Она глубоко вздохнула и направилась в зал, заранее решив, что, наверное, надо ей увольняться. Ничего-то у нее в жизни не получается. Наталья, да и так сильно, торжественно, можно я вас буду звать Натали? Она вспомнила Илону, вздрогнула и кивнула. Натали, сколько лет сюда езжу, никогда не етал такой вкусной форели. Поверьте, сказкой даже больше. Вы готовили. Она снова кивнула, не веря своим ушам. Дорогая Натали, теперь буду приходить сюда только из-за вашей кухни. Имейте это в виду. Он галантно поцеловал Нате руку, слегка поклонился и ушел. Действительно невероятно вкусно, вдруг сказала молодая девушка за соседним столиком. Спасибо вам. И как эхо прокатилось по небольшому залу. Все Нату благодарили, а она стояла смущенная и начала было думать, что это над ней так изощренно шутят. Но вдруг ясно услышала вопрос, заданный насмешливым голосом Илоны. Зачем? Зачем им над тобой издеваться? Это взрослый мир, а не игры в песочницы. И Ната вдруг поверила. Поверила в то, что она хорошо готовит и что люди хвалят ее от чистого сердца. А это значит, значит, что она не такая уж и никчемная? Через неделю она перевела родителям половину зарплаты и сказала, что домой пока не собирается, потому что ей тоже надо отдохнуть. Ната сняла самый маленький и дешевый номер в гостинице и впервые за долгое время выспалась. Она не знала, чем будет заниматься целый свободный месяц. Она не знала, хватит ли ей оставшихся денег. Не знала, как сильно будет скучать по семье. И это незнание показалось ей таким восхитительным и новым и так ее обрадовало, что несмотря на матери на телефонные крики и требования, решение она не изменила. Ната подумала, что она должна сделать все, чтобы сбросить наконец-то с себя это страшное и грубое прозвище, никчемное, как называла ее мать с самого детства. А тот посетитель решил продлить свой отпуск и очень удивился, когда увидел Наташу за соседним столиком. «Видимо, сегодня я не поем той изумительной форели», — сказал он, присев рядом. «Моей нет, но и другой повар готовит хорошо». «Хорошо? Это не так, как вы». А потом они гуляли вечерами, много разговаривали. На звонки мамы и брата она не отвечала. Через две недели Сергей уехал, и она поняла, как ей его не хватает. Но потом вскоре началась работа. Ее сменщица попросила сменить раньше, раз уж Наташа здесь, и она не отказала. Когда работаешь, время летит незаметно. В середине рабочего дня ее опять попросили выйти в зал. Теперь она выходила уже без испуга. За столиком, который показал официант, сидел мужчина. Она видела только его спину, а когда подошла поближе, он повернулся. Это был Сергей, и в руках у него была коробочка с кольцом. Наташа для очистки совести отправила маме сообщение, что выходит замуж и приглашает на свадьбу. Но еще до того, как она успела написать второе сообщение с датой и временем, мама успела отправить сообщение, в котором говорила, что ей не надо этого делать, так как за никчемную выйдет только такой же, как и она. Поэтому Наташа решила не сообщать, когда и где, а вместо этого пожелала удачи и чтобы ее любимая невестка стала их кормить и обеспечивать. А ее ждет другая жизнь, та, в которой она никогда не скажет своему ребенку, что он в чем-то плохой. А на свадьбе со стороны Натальи была Илона с мужем и сыновьями. И больше никого Наташе не надо было. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.